Берлин ответил на критику РФ нормандского формата. Нормандский формат может функционировать, если все, кто принимает участие, готовы к переговорам, отметили в МИД и ФРГ. Нормандский формат остается важным элементом урегулирования ситуации на Донбассе после убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Об этом в среду, 5 сентября, заявил представитель МИД Германии Райнер Бройль, передает Интерфакс Украина. Не комментируя отдельные высказывания, я могу сказать, мы убеждены в том, что нормандский формат может функционировать. Это, конечно, подразумевает, что все, кто принимает участие, готовы к переговорам. Мы с нашей стороны к этому готовы и считаем, что продолжение работы в этом формате будет иметь большой смысл, сказал Бройль. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от нормандского формата, однако считает, что собирать встречу в этом формате после убийства Захарченко неуместно, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке. Также Лавров заявил, что в нормандском формате нет смысла, поскольку повлиять на Киев может только США. В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Ульрики Деммер сегодня напомнила, что Берлин внимательно наблюдает за обстановкой на Донбассе после убийства Захарченко. Она указала, что любое применение насилия будет осуждаться. Также Деммер отметила необходимость избегать эскалации. Как вы знаете, переговоры в нормандском формате в настоящее время ведутся на экспертном уровне и Германия дальше готова брать на себя ответственность в рамках нормандского формата, позиция не изменилась, заключила она. Напомним, после убийства Захарченко 31 августа Лавров заявил, что встречи в нормандском формате не будет, он назвал гибель главы ДНР серьезной ситуацией. Позже в Кремле заявили, что Россия не собирается выходить из минского процесса из-за гибели Захарченко. Новости от Корреспондент.нет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и ичтите пистими Корреспондент.нет по материалам сайта Ньюсгроком.